Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем начать наш разговор, позвольте вас поздравить с профессиональным праздником. Как говорится, лучше поздно от всей души. Я желаю вам и вашим коллегам карьерного роста здоровья и успехов во всем. Спасибо! Расул Багаудинович, давайте разговор начнем мы с вами. Скажите, пожалуйста, как вы отметили свой профессиональный праздник? Ну, как и всегда, на посту каждый занимался своим делом. Естественно, поздравили друг друга, поблагодарили за хорошую службу. А так, ничем не отличалось от рабочих будней. Скажите, пожалуйста, а какова специфика вашей работы? Какие у сотрудников отдела по конвоированию основные обязанности? Основные обязанности сотрудников отдела по конвоированию, как и всего отдела в целом, это охрана конвоирования лиц, заключенных под стражу, осужденных последствием, охрана общественного правопорядка, перевозка спецконтингента по учреждениям у всей России по республике Дагестан, также во время перевозки обеспечения их личной безопасности, личной, физической, как осужденных, так и граждан. Могу предположить из вышесказанного, что могут возникнуть чрезвычайные происшествия. Часто ли такое происходит? Слава Богу, в нашей практике таких случаев не возникало, но теоретически они возможны, поэтому мы пытаемся всеми силами научиться с ними справляться, чтобы, не дай Бог, если вдруг что-то возникнет, чтобы быстро и оперативно среагировать и минимальными потерями как бы справиться с сложившейся обстановкой. А вот понятно, что работа у вашего коллектива по-настоящему мужская и суровая, но тем не менее, бывает ли в вашей работе, в вашей службе что-то позитивное? Да, естественно, помимо суровых трудовых будней, праздничные дни, красные дни календаря, мы устраиваем небольшие праздники, дни открытых дверей, приглашаем сотрудников с детьми, проводим для них какие-то конкурсы, мероприятия, чтобы детям показать, поднять их патриотический дух, чтобы с семьями сотрудники пообщались, познакомились. Также мы проводим мероприятия для учащихся школ, чаще младших классов, уроки мужества, где рассказываем им о своей работе, о службе в уголовной исполненной системе, показываем им наши машины, специальный транспорт, автозаки. Им очень интересно, все выходят в восторге, позитивными эмоциями и уже просятся. Просятся еще и еще. Но не всегда получается. По возможности мы стараемся привлекать и сотрудников, и детей. Расул Багалотинович, что является очевидными плюсами работы в вашем подразделении? Очевидными плюсами? Ну, основной плюс, наверное, работы, как и во всей уголовной исполненной системе, это социальный пакет сотрудника, заработная плата, медицинское обеспечение и так далее. Это привлекает большинство работников, большинство граждан работают в УИС. А конкретно в нашем подразделении я считаю, что это, во-первых, коллектив, так как он у нас небольшой, всего 56 человек по штату, но он очень сплоченный, дружный, всегда готов прийти на помощь, подставить плечо. Но в этом плане я считаю, что мне очень повезло работать в этом подразделении. Расул Багалотинович, вдруг у наших телезрителей возникнет желание пополнить ряды конвоиров. Скажите, пожалуйста, есть ли вакантные должности в вашем отделе? Ну, на данный момент у нас вакантных должностей нет. Вдруг вам понадобятся новые работники, то какие требования предъявляются к конвоиру? По каким критериям вы их отбираете? Ну, требования к конвоиру нужны особые, так как специфика работы предполагает нестандартный процесс внесения службы как в учреждениях, так и в пути следования, в специальном транспорте, в окружении осужденных разных категорий. Это, в первую очередь, физические и психологические качества. Подготовка физическая для выполнения поставленных задач и психологическая. Человек должен быть стабилен, уравновешен и интеллектуально развит. Спасибо, Расул Багалотинович. Давайте теперь перейдем к вам, Расул Магомедович. Мы знаем, что по итогам 2019 года вас выбрали самым лучшим конвоиром уголовной исполнительной системы Республики Дагестан. По результатам какой работы вам удалось добиться вот такого вот признания в вашей службе? Что вы сделали от такого особенного? Я считаю, что я ничего особо такого не делал. Я выполнял ту работу, которую выполняют все конвоиры. Я выполнял поставленную задачу своевременно, добросовестно. Для меня... Но руководству было виднее. Да, руководству было виднее, кому давать, что давать. И вот выбрали меня, конечно, мне... Вот какие чувства испытывает самый лучший конвоир? Гордость. Гордость, в первую очередь, гордость. То, что я достиг такого, для меня это... Самое лучшее признание на вашей жизни? Да, самое лучшее призвание. Почет. А вот скажите, пожалуйста, почему вы выбрали конвойную службу? Ведь это место такое специфическое. В первую очередь, я вырос в семье военнослужащих. У меня и отец, и мать военнослужащие. И как бы мне с детства, видишь это все... Прививали любовь? Да, прививали любовь. К службе, к родине? К службе, к родине, да. И вот со временем меня просто потянуло на это защищать, так сказать, родину, работать, так сказать, не покладая рук. А вот какими принципами вы руководствуете в своей работе? Вот сложно ли психологически? Объясню сразу, почему психологически, если телезритель не понимает, вы имеете дело с нарушителями закона. Случаи бывают разные, и какие люди тоже. Могут быть агрессивные люди, могут быть буйные люди, это могут быть впервые осужденные граждане, это могут быть рецидивисты, да, это могут быть несовершеннолетние дети, которые не совсем понимают, что они делают, это могут быть женщины, которые находятся в долгой депрессии и так далее. И тому подобное перечислять можно долго и бесконечно. Вот что вы делаете, чтобы сохранить в себе такой стержень, сказать, психологический, чтобы вас это как-то не задело? Что бы они ни говорили, что бы они ни делали, действовать согласно вашим нормативно-правовым документам? Бывают и несовершеннолетних, то есть да. И каждому нужен свой подход. А хватает ли времени изучить их личное дело, изучить их самих во время перевозки, так сказать? Времени на это бывает немного, но мы стараемся уложиться в то время, которое нам дано. И у нас это получается. Расул Багаутинович, скажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию и как давно это было? Я тоже вырос в семье не военнослужащих, но людей в погонах. Я поступил в 2006 году в Рязанскую академию Син-России. И по окончании 2011 года в Академии юридического факультета меня направили на службу отдела по канавированию. Тогда я был начальником КАРОЛа отдела по канавированию. И вот с 2011 года начался мой путь в Син-России по республике Дагестан, в разделение отдела канавирования. Вот значительно отличается ваша работа, чем вы сегодня сейчас занимаетесь, от той, что вы делали в начале своей службы? Ну, можно сказать и так, потому что они взаимосвязаны, так как одно без другого... Быть не может. Да. Правильно и хорошо работать не может. Потому что воспитательное сопровождение, психологическое сопровождение сотрудников провожу теперь я. Я пользуюсь тем опытом наработанным, который я получил, работая начальником КАРОЛа. Я понимаю ребят, что они испытывают в процессе службы, какими трудностями им приходится сталкиваться. И, исходя из этого, у меня получается что-то им посоветовать, где-то что-то подсказать. Какой-то опыт работы уже есть. Скажите, пожалуйста, кто были вашими наставниками? Моим наставником в 2011 году был Джалал Фрауф Исмаилович. Сейчас он в отставке подполковник, ушел в отставку должности начальника отдела по канавированию. Но на момент моего прихода в отдел он был заместителем начальника отдела. Первым моим наставником был он. Расул Магомедович, вас чему ваш наставник научил и кем он был? Начальником отделения он был Ильяс Василий Магомедович. Он уже пенсионер. Спасибо ему. Большое спасибо. Почему? Потому что он меня научил многому. Научил он меня всему то, что я знаю. Естественно, да, и родители меня учили, да, в основном. Но от этого человека, от своего наставника я узнал еще больше. Он меня научил справляться с поставленными задачами, с трудностями, которые бывают. Сталкиваемся мы с трудностями, с этими трудностями он меня научил справляться. Быть уравновешенным в нашей работе. А вот хотелось бы спросить, у конвайеров есть хобби? Чем-нибудь вы занимаетесь в свободное время? Есть ли у вас хобби? У каждого свое, как и в жизни любого человека. Раскрывать секреты вы сегодня не намерены? Не хотелось бы. Ну хорошо, тогда у вас есть возможность по случаю вашего профессионального праздника обратиться к своим коллегам. Да, спасибо большое. Хотелось бы воспользоваться этой возможностью и поздравить всех сотрудников и отдела поклонения УСИН России по республике Дагестан и всей России с этим профессиональным праздником. Мы знаем, понимаем, какими ситуациями приходится сталкиваться. И хотелось бы в первую очередь в наше нелегкое время пожелать всем здоровья, им, их близким, и удачи, благополучия и служебного успеха. Я с вами же присоединюсь к сказанным славам Руслова Бога Владимировича. Уважайте друг друга, любите по-братски, выполняйте поставленную задачу, добивайтесь большего, идите вперед, и все будет хорошо. Здоровья, счастья, успехов. Спасибо вам за то, что нашли время, пришли с нами сегодня поговорить, а вам, уважаемые телезрители, спасибо, что оставались с нами. Мне остается напомнить, что с вами была программа «Служа Родине», и я ее автор и ведущая Сагибат Яхьяева. Я благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и все, кто вам дорог. Берегите себя и все, кто вам дорог.